На следующей неделе прозвучит первый звонок. Школы начнут свою работу в традиционном очном формате. Однако из-за коронавируса внесены изменения. Например, на каждом входе в школу термоконтроль и обработка рук. А чтобы дети не пересекались в коридорах, для каждого класса составят свое расписание. Уроки будут сокращенными, а перемены увеличат до 10 минут, чтобы проветрить классы. Занятия начинаться будут в разное время, а следить за временем будут учителя, потому что общего звонка для всех не будет. Дополнительные кружки останутся в онлайне. График работы буфетов все еще разрабатывают. В новом учебном году на уроках школьники смогут находиться без средств индивидуальной защиты. Но если у одного из учеников обнаружат ковид-19, школу не закроют. Но весь класс отправят на карантин. Мы будем закрывать класс на карантин. То есть вот по лодике, если брать другие заболевания, то естественно все там моют. И будем думать, как этих детей обучать. Торжественные линейки в школах Приморья проведут с участием родителей. 1 сентября первые звонки прозвучат для первых, девятых и одиннадцатых классов. Для остальных рекомендовано провести линейки в другие дни. Либо ограничиться уроком мира. На линейке могут присутствовать родители, но они должны быть в средствах защиты. Поэтому, особенно что касается первых классов, наверное было бы странно, если бы мы сразу всех родителей отправили за пород школы. Другой разговор, что мы рекомендовали проводить линейки только в том случае, если будет позволять погода, проводить их на улице. Обеспечение средствами индивидуальной защиты находится в ведении муниципалитета. Но деньги школам выделены в том числе и на приобретение оборудования для дистанционного обучения. Требования денег с родителей незаконны. Дмитрий Беломеснов, Игорь Болтов. Новости на Восьмом.